Все закрылся, как девка красная. Вы хотите сказать, что вы креститься не умеете другой веры? Он мусульманин. Ну и что, что мусульманин? А вот мусульманин считать по-русски-то умеешь? Считай, что написано? Библия. Вот это священная книга, говорящая о том, что Христос умер за наши грехи и дает прощение. Я хотел спросить, а христианам свинина разрешается? Что разрешается? Свинину кушать. Свинину? У нас написано так. В послании к Тимофею апостол Пай пишет. Всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительное, ибо освящается Словом Божьим и молитвою. Хотя в Ветхом Завете по еврейскому закону книга Левит 21-й, 11-й глава прямо говорит о том, что свинья имеет раздвоенные копыта, но жвачки нету. Поэтому ее есть нельзя. Вот мы православные христиане. У нас нету свиней. Мы не едим. Не потому что грех, а потому что это соблазн. Вокруг нас живут люди, мусульмане. Я, например, мясо лет 50 уже никакого в рот не беру. Мясо? Почему не кушаешь? Я не ем воздержание. У меня очень хороший организм, крепкий. Мясо дорого. Это вредно. Боляшки разные. Бляшки нарастают. Тромбоз. Все это идет от мяса. Ага. Но иногда кушать же полезно, наверное. Ну и полезно. Ешьте, мы не отрицаем. Но у нас, когда собирается где-то торжество, ну бывает праздник какой-то или венчание, то мне Господь так дал это. Я стал настаивать, чтобы свинины даже в дом не заносили. И поэтому истребил ее все. Это хорошо. А вино ведь тоже упомянуто в Ветхом Завете, да? В Ветхом Завете. Но в Новом Завете разрешается определенное там число по каким-то дням. Вот у нас сейчас идет, как у вас называют там это уроза. Вот у нас сейчас Пасха через бесполной недели будет. И определенное воскресенье разрешается вино или там сколько-то. Но мы поставили так, чтобы мы сухой закон. Мы в рот не берем. Так что мы среди мусульман свободно находимся, не покривив душою. Ага. Тряда чисто велигиозные, да? Да. Мы верующие православные христиане. И мы молимся так. Господи, пошли добрых проповедников к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем расскажи о любви твоей божественной, как ты сына своего единородного Христа отдал на распятие за наши грехи, чтобы люди поверили и получили прощение. Мы молимся все время о мусульманах, о всех. У меня такой вопрос был сейчас. Ага. Вот нам разрешено кушать мясо, которое зарезал христианин. Да. Вот моя... Но должно быть упомянуто имя Аллаха. Нет, не в этом дело. Вот моя сестра, мы жили... Они жили в Киргизии, там мусульмане. Ну и которые русские приехали, они голову отрубают курицу, у них никто не берет. А моя сестра знала, как надрезать, и у нее всегда мусульмане брали. Там курицы, гуси, индейки бывают, цесарки. Надо смотреть, какие обычаи народные. Не нарушать. В Коране написано, то есть люди, писания. Люди, писания – это христиане, это иудеи. Коран, перевод смыслов и комментарий. Все написано, считайте. Ты, наверное, уже читал все, да? Ну, можете читать? Нет, без этих знаков не могу. Со знаками могу. Вот интересно, на 100 мусульман еще ни один не просчитал. А почему я должен знать? У меня один том... Слушай, у меня один том написан, у меня 38 книг вышло из печати. Каждая книга – 752 страницы. И одна книга посвящена мусульманам. У меня книги разного цвета. А для мусульман я оставил зеленый цвет, потому что у них это любимый свет. Я разбираю по сурам и аятам весь Коран в сравнении с Библией. И что за 1300 лет говорено было о мусульманах, и что они сами говорили. Вот такой большой труд. А почему ты ислам не принимаешь? Потому что там нет спасителя. Он... Нету. Спаситель Христос умер за мои грехи. Вот смотрите. Был такой писатель мусульманский. Может, знаете, Шингиз Айтматов в Киргизии. Так, я не знаю... Шингиз Айтматов. Он лауреат премии, там, герой социалистического труда. И вот он написал не задолго до смерти, а роман «Плаха». «Плаха» – это где голову рубят преступникам. Ну и приехал корреспондент, кажется, из литературной газеты, его назвала там... Шингиз Айтматович. А почему у вас главный герой христианин, а не мусульманин? Вы же мусульманин. Он говорит, да, Мухаммад там делал добро, показывает всё. Но умер за грехи людей Христос, а не Мухаммад. А умер, значит, отдал всё и жизнь свою. Вот поэтому я главного героя Аристарха вывел к православным христианинам. От ответа, значит, мусульманин. Просто в Коране... Ну, ты, наверное, читал, что Иисус тоже является просто пророком. Пророком только. А мы его считаем второе лицо Святой Троицы, Бога-человек. Это большая разница. Просто в Коране упомянуто, есть такой аят, тот, кто считает... А у вас... Есть кто-нибудь хорошо знает мусульманскую веру, чтобы я мог поговорить с ним? Как сказать? Ну, я... Есть много, да. Я бы задал несколько вопросов, которые вы ему можете передать, а на меня выйти. В скайпе я Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Меня сразу найдёт. Запишите. Игнатий Лапкин. Лапкин, Игнатий Лапкин. В скайпе. Я про скайп говорю. А если зайдёте в YouTube, в канал у нас есть, во свете Библии. Там 14 700 роликов. Как вы сказали? Во свете Библии. Игнатий. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да, вот смотрите. Допустим, вы тот мусульманин, которого я ищу. Допустим. Я ему задаю вопросы. Вы не знаете, я буду отвечать. Вот первый вопрос. Скажите, ваш главный персонаж, который образовал веру вашу, как вы его зовёте? Он говорит, Мухаммад. Я говорю, правильно. Скажите, он воевал с мечом в руках? Чтобы в руке у него был меч убивать людей? Воевал. А сколько сражений? Всё, дальше не знает. Не знает. Я говорю, запишите. 72. Из них только два было оборонительных, а остальное грабительские. Грабили караваны. Это не отрицает ни мусульманин, никто. Теперь смотрите. Вы в Коране, ваша священная книга, говорите, Дуайт. Дуайт, кто это такой? Ну, Давид. Правильно. Но если у Давида... Как? Как вы сказали слово? Дуайт. Дуайт у вас. Давид. Давид. А-а-а. Давид. Пророк, псалмопевец Давид. Да, говорит, у нас Дуайт называется. Я говорю, ну, хорошо. Вот эта его книга отдельно выпущена из Библии. В Библии она самая большая по размеру. Три тысячи лет назад здесь 150 молитв. 150. Почему ваш, если он пророк, почему ни одного псалма не взял? Там Бог прослабляется, сотворение мира. Он бы сразу знал. Он не знал. Пусть он мне ответит. Я за него отвечаю. Не знал. Он бы обязательно напечатал. Вопрос я не понял. Еще раз, вопрос. Вопрос в том заключается, если кто составил Коран, если говорит, поминает персонаж библейский Давида, то почему, чем он прославился Давид, не написано? И почему ни одна молитва из этой книги не записана? Почему? Не знаю. Так, я отвечаю. Не знаю, да? А я отвечаю, я знаю. Потому что не знал. Он не знаком был с ним. Иначе бы он обязательно записал. Там все в мусульманском духе. Врагам голову разбить, отрезать. Там еврейское еще. Они одинаково с ними. Дальше. Второй вопрос. Я ему просто задаю уже третий вопрос. Первый о битвах. Второй это. Скажите, Сулейман есть у вас? Да. А это кто? Соломон. У Соломона три книги в Библии. Почему он из трех книг даже одной строчки не написал? А это мудрость там, ну, премудрый Соломон. И они так и сознают. А написали новое, придумали чудо такое, что Соломона было 300 жен и 700 наложниц. Тысячу жен. И вот, будто бы приехала царица Савская. Это было. И он сделал так. А ему охота посмотреть, как она одета. Что у нее под юбкой. И он сделал пол такой, гладкий, как будто там вода. Ну, Соломон-то. И она, когда пошла, она подолто подняла, а на самом деле там зеркало. И он все увидел. Это надо придумать так. Это ваш Сулейман, а он и так понятно, что он бабник был. Но у нас это не написано. Премудрость Соломона, это им написано. Притча, это его. Экклесиаста, это его. Почему ваш автор книги, вашей священной, которую я сейчас показал, показал, почему он не написал ни одной главы, ни стиха? Причина одна, не знал. Вы же знаете, что кто Мухаммад был? Православие, оно идет с первого века. Истинная вера. И пирме появилась, чем баптист. И как говорите? Я говорю, она пирме появилась, чем баптист. Еще бы. Баптисты-то в 17 веке только появились. Они не церковь. Какая церковь? Господь говорит, я создам, церковь Ротада не одолеет. Когда создал? Сионской горнице, Деяния, вторая глава и десятая глава для язычников в доме Корнилия. Кстати, это, когда Христос только прибыл на землю, то православие уже было давно-давно в других странах. Ну вот, и дальше Русь была. Вот. А Христос пришел только для мусульманов и для этих католиков. Да нет, он пришел, Христос не мусульман, ни католиков не было. До католиков еще 1054 года, а до мусульман еще 630. Да, он, кстати, Христос был только там, где Дамасов был. И в Иерусалим. На той территории он был. Ну, правильно, на той территории был. Для иудеев, говорит, послан только. Никаких католиков-то не было. Нет, не было. А ну, по-моему, они расставались и пошли столько христосов. Что-то сильно отдается. У вас микрофон где находится? Что-то сильно двоит звук. Ну, я знаю, мне уже много раз говорили. Я не знаю, почему. Ну, ладно. Так, я сейчас вам скажу, вы запомните. У нас большой канал, называется «Во свете Библии». Во... А вы могли бы субсию. Как, напечатать? Да, да. Ну, у меня, понимаете, что тут такая конструкция, на чем все стоит. А вы запомните, «Во свете Библии». Во... Что там? Во свете Библии. А, ну, хорошо. Во свете Библии Игнатий Лапкин. И вы откроете наш Ютуб. А если зайдете в скайп, Игнатий Лапкин, вы сразу меня найдете. Ну, Я так по виду-то на вас посмотрел, подумал, что вы грек. Нет. Нормально все. Ну, вас бы в Греции за своего приняли бы сразу. Я знаю. Меня даже до сих пор принимают здесь эти армяне, всякие, прикинуть. Вот, если у вас будут вопросы, вы зайдите по скайпу Игнатий Лапкин. Как? По скайпу зайдете, зарядите Игнатий Лапкин. Лапкин. Можете написать сюда? Да, я бы мог написать. Ну, ладно, сидите, ждите. Сейчас я уберу тут все. Потому что мне тут надо конструкцию разбирать. У меня все на ящичках. Нет, я не буду наблагать. Нет, я сейчас уже убрал. Подождите. Спасибо так за это. Сейчас я вам напишу здесь. Понимаете, я подожду. Я тем более скопирую и в себе отправлю. У меня есть страничка. так. Хорошо, звук А ну смотрите, как? Да, да, вот, я скопирую сейчас. Ну, скопируйте. И возьму, сделаю закладку себе. Да. посмотрю в свободное время. Да, 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 да. Вот хорошо, что его не видно расписывается. Бейте, писать, пользуйтесь компьютером. Хорошо. Ну, что компьютером? У меня вышло из печати 38 томов книг. Я 9 лет просидел. Больше 30 тысяч часов провел за компьютером. А знаете, я хочу сказать, что мне доказывается, что Библия пишется просто людьми наперед, и это все делает как бы правление над народом. Нет, знаете, не просто людьми. Петр говорит, писали, говорит, писание, святые божьи человеки, будущий движим и духом святым. Это плод Духа Святого. Поэтому никаких ошибок тут быть не может. Господь предсказывает, как дальше будут события развиваться. Мы это знаем. Над всей землей будет один царь, правитель, и столицей мира будет Иерусалим. Время уже близко. Да. Он будет царствовать три с половиной года, и всем людям будет поставлен начертание на лоб и на правую руку, которые покорятся ему. Уже есть такое, детей уже теперь. Да, может быть и так. Уже есть. Да. Ну хорошо. Тогда отхожу я, во славу Божию. Храни вас Господь. Это боитесь столь еще. У вас слышно, нет, что я говорю? Да, да, да. Плохо слышно, да? А так лучше? Да, так лучше. Ну вот мы пришли в это место, чтобы людям возвестить закон Божий, потому что тут много грешат. Это чтобы вы смотрите за собой-то, не позволяете, чтобы вами играли. Тут мужчин набралось море, половина голая, мужики валяются, процентов 80 мусульмане. А вы платки наденьте, чтобы вас видно было, что вы не такие, за кого вас считают. Если какие вопросы есть, можете задать. Нет, как вас зовут? А? Как вас зовут? Что-то ничего не пойму слова. Ну-ка еще раз. вы знаете, что суд Божий будет? Это вопросы духовного содержания и бывают, нет? Бывают. Для чего человек живет? Что его ждет после смерти? нет, на самом деле, мне не очень интересна эта тема, потому что как-то абсолютно все равно. Я не могу на это никак влиять, поэтому... А вот вы как смотрите на то, что в мусульманских школах все девочки в платках. А вам разрешают платки носить? Разрешают. Ну, если вы платок наденете, вас заставят снять? Я думаю, нет. А вы попробуйте. Женский пол должен быть подкрыт головой. Это знак покорности, что ты подчиняешься мужу в будущем. И без платка молиться нельзя. Женщина постыжает свою голову. А мужчина должен с открытой головой быть. Это апостол Павел пишет первым посланием Коринфянам. Интересно. у вас какие-то вопросы может есть по жизни? Нет, да? А вы знаете сколько процентов разводов? Разводов. Кое-где уже давно за 75 процентов перевалило. И причина одна, что неверующая. жена не знает свое место. Она должна быть подчиненная. Называется замужем. За мужем. За. То есть позади. Она не должна командовать. Когда женщина командует, мужика называют подкаблучник. Его никто никто не уважает. У вас далеко микрофон очень. Микрофон поближе. Так слышно? Да, слышно так. Я говорю, что это было когда вы были молоды, а сейчас немножко к другому, я считаю. вот есть математическая такая таблица, что мужчина это талант один, два, три, а женщина это нуль. Вот если она сзади станет, у нее три таланта, будет тридцать, а если она впереди станет, будет целых тридесятых. Это так. Хороший вот, я прошла. -а-а-а.